здравствуйте здравствуйте друзья продолжаю серию болтологических видео и по многочисленным просьбам моих дорогих любимых подписчиков рассказываю как я дошла до жизни такой что у меня появилось очень-очень много животных сейчас пока еще одну собаку больше потому что одна собака на несколько дней приехала в гости но на неделю но у меня есть некий постоянный состав вот о нем и я постараюсь об этом рассказать побыстрее вас не сильно утомлять я бы хотела опустить какие-то драматические подробности потому что мне просто не хочется разрыдаться и все это долго и в общем опустим опустим какие-то детали начну издалека всегда хотела собаку никогда мне не разрешали заводить потому что за ней надо ухаживать у тебя музыкальная школа и так далее так далее в общем стандартные такие отговорки родственников и моя мечта не превратилась в реальную собаку ничего такого не было приходилось играть с искус с игрушечными собаками а потом уже вот стала взрослые стала работать и появился ребенок и так далее но уже не было реальной возможности завести собаку потому что очень долго пришлось жить на съемных квартирах и это просто лишает права заводить животное и квартир часто менялись поэтому объективно и объективно не могла завести но всегда всегда об этом думала фантазировала и планировала и так далее так далее и вот все таки так сказать я пустила якорь и в этот момент я получила смс от своего ребенка в сергеевна которая сказала что мама рядом с домом уходит маленький белый котенок наверное ему нужна помощь а может быть ему нужен дом на тот момент у ребенка уже появился шерлок вот как раз собака которая в гостях и честно говоря я у меня взволновала это смс к мне было страшно и я вот я не хотела кошку я никогда окошку не планировала когда я вернулась подъехала к дому увидела это маленькое несчастное существо слабенькое очень забрала его домой ну и поскольку у версии герна собака шерлок маленького котенка назвали ватсон беленький с глупыми глазами я вообще ничего не знала не понимала всего боялась и так далее в общем побежала в клинику показывать этого ватсона обследовать как-то помочь ему как-то нужно было с первые секунды его полюбила и в клинике мне сказали что он безнадежно болен он очень болен и прогноз самый-самый неблагоприятный а мы уже с ним друг другу полюбили вот он находил скажем он черпал какие-то силы чтобы жить дальше именно тогда когда лежал у меня на руках но прошло несколько дней и мы его потеряли и горе было велико то есть и только ты только полюбил ты только отдал свое сердце и раз и в этом сердце дырка и нужно было эту дырку срочно чем-то прикрыть на закрыть и мы решили что должен быть белый котенок с голубыми глазами чтобы он назывался ватсоном потому что ну-ка а как как надо же как-то дальше жить вот с этой дыркой то и как-то вот я так придумала что этот котенок еще не родился вот он уже родился и какой-то бабушки на улице электродный за маленькую копеечку купили ватсона орущего недовольного и да он все время орущий недовольный здоровый вот это гегемон это звезда моего инстаграма он постит свои фоточки фоточки собирают миллионы не миллионы но сотенку другую то лайков собирает что неплохо и это код который стал свидетелем прихода и ухода разных животных и каждый раз у него округляются глаза когда он видит когда на пороге кто-то появляется кошка собака очень многое он повидал на своем веку такой главный главный джентльмен в этой компании прошло какое-то время и от моего ребенка приходит еще одна смс к маму загляни на чаек а на тот момент ребенок жил в соседнем подъезде и честно говоря под вот я поняла что какой-то подвох и у меня было примерно там 300 вариантов почему меня зовут на чай и когда я пришла в садянского мама познакомься и вышла лайза вышла лайза которая стала моей самой большой любовью знаете есть такие живые существа прямоходящие на двух ногах эти живые существа считают что у них очень много прав и что они могут распоряжаться чужими жизнями чужими судьбами и важно о ком или о чем мы говорим на пути люди или животные вот эти вот существа прямоходящие они иногда выбрасывают своих животных избавляются от них иногда убивают иногда вывозят в лес вот лайзу вывезли в лес и для сергеевна с мужем с собакой гуляли в лесу и к ним вышла лайза и лайза конечно теперь запомнила всю мою жизнь это принцесса это лайза человек в моем понимании лайза понимает все слова вообще понимает больше чем нужно иногда пример от лайза нужно тщательно вскрывать свой отъезд не говорить что я там куда-то поеду потому что она перестает и есть задолго до отъезда если она это слышит вот то есть был ванс он была лайза и через какое-то время во мне появилась мысль что я должна из приюта забрать какую-то кошку я ходил с этой мыслью и я думал что какая-то странная мысль она как непонятная но однажды я ее озвучил я прям помню как я озвучил игру это не взять ли кошку из приюта и через пять минут я открываю фейсбук и читаю пост моего дорогого коллеги который пишет о том что он работает за границей у него умерла мама и у мамы осталась любимая мамина кошка и он говорит что я пристраиваю в хорошие руки но эти люди потом отказались от кошки он говорит я не могу помогите пожалуйста я понимаю что это судьба и судьба меня свела с фросси это вторая моя огромная любовь и моя большая драма моя большая трагедия фросси была самая умная кошка на свете самая красивая кошка на свете и она заболела она ушла у меня на руке татуировка с фросси я думаю что не последняя я не умею до сих пор хотя прошло время я не умею жить с пониманием того что фросси не со мной и так появилась фросси и ничего не призывает не предвещала наступила зима и на парковке появился щенок которого как выяснилось пытались несколько раз убить а потом спасли а потом снова выбросили в мороз мы соседями авто владельцами помогали кормили сделали там какую-то будку ей пытались пристроить она такая небольшая такая не не уличная и в какой-то момент сказали убирайте собаку она сейчас уже подрастет когда ты щенок ты интересен взрослая собака никому не нужно и мы поняли что ну во первых и и не пристраивается и уже отдавать не хочется и фросси фросси пришла в дом с изломанной психикой первое время боялась любых пакетов то что не буду об этом говорить но у любых пакетов наволочек ремней и так далее сейчас уже немножечко получше и казалось бы вот 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 все в порядке и тут подкидывают на парковку двух щенков таких крупных пати и тельму я влюбилась в пати а такая ласковая а тельма такая боевая вот сделали большую будку причем я попросил денег прям реально попросила денег у подписчиков грудите пожалуйста мне денег не нужна большая теплая будка для двух щенков мы собрали огромные деньги каждому каждому благодарна за то что люди мне помогли мы сделали эту будку но хозяин парковки сказал что уберите их уберите их потому что там дорогие автомобили собаки могут поцарапать там так далее в общем какое-то время позволили им быть все-таки но сказать что еще чуть-чуть и убирайте боже как я пристраивала как я искал им дом и не могла найти а потом пати погибла пати погибла еще одна дырка и тельма которую ни минуты ни секунды никогда не была без пати осталась одна ну и в общем там еще были сюжет и сюжет и сюжет и сюжет и и все от нее отказались и она пришла в дом когда ушла фрося мне нужно было как-то продолжать существовать и в нашу клинику ветеринарную подкинули нанечку нанечку любимую прям в переноске под дверь выкинули нанечка умеет разговаривать вот у меня появилась кошка которую можно прижимать к себе а этой осенью лаза чуть было ночеван отравилась и я так испугалась мы прибежали в клинику спасать лазу я увидела объявление о том что женщина нашла маленькую кошечку и тоже опущу подробности не очень хорошие и пристраивает ее потому что женщина уже есть много животных и нет возможности содержать еще одно я поняла что я все не случайно вот нужно идти и брать я написала в тот же день женщине что да и так появилась бусинка расскажи как ты живешь а еще как какие у тебя новости ты красавица красавица такая умница такая да полтушка полтушка вы можете сказать что я безумная вы можете думать все что угодно я могу сказать что наверное да я могу сказать что кроме моих животных у меня еще ну вот те кто подписаны на мой инстаграм и вы видите да что я по воскресеньям и по другим дням если есть возможности езжу кормлю бездомных собак кошек мы помогаем приюту знаете может быть я безумная может быть я какая-то неправильная я считаю что мы же не ставим зачем мы появились на свет нам кажется что мы это знаем но мы не знаем ровно ничего но возможно как раз одна спасенная жизнь одного животного это самое главное что вообще вы могли сделать в жизни что вы кого-то спасли что я повторяю что заботиться о своем ребенке это обязательно там заботиться о своих близких это обязательно это не ну это не подвиг это не поступок какой-то естественно хотя повторяю опять же не все это делают но когда ты выходишь вот за пределы вот этого вот этой своей обязательной программы возможно ты для этого и пришел на этот свет что ты дашь кому-то возможность жить можно было бы здесь еще сказать все что я думаю о вот этих существах но я ничего хорошего об этих людях не думаю я их презираю и больше ничего не хочу говорить здесь я в общем наверное закончу это видео странный вот такой фразой если у вас есть возможность кого-то кормить подкармливать кого-то спасти спасти чью-то жизнь подарить дом любовь сделайте это может быть на самом деле это ваша миссия на этой планете мы ничего не знаем о том как как все это устроено вот наверное на этом мне нужно остановиться друзья спасибо вам что посмотрели всего доброго до свидания